Глава Люберец Владимир Ружицкий ответил на вопросы жителей городского округа. Встреча прошла в дистанционном режиме. Обратиться можно было по телефону или через социальные сети. Какие ответы получили люберчане, расскажет наш корреспондент. В начале встречи глава Люберецкого округа рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID и ходе вакцинации. Он отметил, что количество больных сокращается, а вакцинация идет хорошими темпами. На сегодняшний день, на 24 марта, у нас заболевших 7778. В стационарах находится 139 человек. На домашнем лечении сегодня 923 человека. Также Владимир Ружицкий рассказал о развитии дорожной сети. Запланирован ремонт 36 муниципальных дорог. Работы должны завершиться до 31 августа. Кроме того, сегодня много вопросов поступает и понятно по реконструкции Киабровского проспекта. По первому этапу мы планируем строительство эстакады от улицы Власова до улицы Волковская. Это строительство шумозащитных экранов, это устройство ливневой канализации, это устройство именно на первом этапе двух подземных пешеходных переходов, а так их будет 9 на протяжении всей дороги. Данные работы мы именно первый этап планируем завершить в четвертом квартале следующего года. Много предложений поступило по благоустройству и озеленению. В частности, на вопрос жителей Малаховки о парке «Лесная опушка» Владимир Ружицкий рассказал, что проект реконструкции уже разработан и в апреле будет представлен для обсуждения с жителями. Также прозвучал вопрос о регулярном подтоплении придомовых территорий. У нас непосредственно и системы ливневой канализации практически в округе отсутствует, ее буквально процентов 20. На сегодняшний день со стороны администрации в 2020 году разработана непосредственно схема ливневой канализации городского округа Люберса. Согласно данной схеме, Люберецкий водоканал при формировании инвестиционной программы включает определенные, скажем таки, пиковые мероприятия по локализации данных потоплений. Сразу несколько вопросов поступило по работе управляющих компаний. Так в сложной ситуации оказались жители дома 11, корпус 2 по улице Льва Толстого. Собранием собственников решено сменить управление дома, поменять ТСЖ на компанию ЛГЖТ. Однако руководство ТСЖ с таким решением не согласилось и мешает обслуживанию дома. Позиция администрации – это непосредственно воля и заявление граждан, проживающих в данном жилом доме. На сегодняшний день дело в судах. Мы непосредственно со стороны администрации уже будем руководствоваться решением суда. В конце встречи Владимир Ружицкий поблагодарил жителей за активное участие. Все вопросы, поступившие в ходе встречи, находятся на особом контроле администрации округа. Ирина Попова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ.